Я считаю, что город готовится, очень сильно готовится, и еще больше будут разных проектов. Нельзя сказать, что мы должны прибраться только к юбилею, потому что к нам приедут люди. Парковки – это вообще бич, и проблема на ближайшие 5-10 лет в городе Кирове. Есть прецеденты, когда люди приезжают, видят, как у нас тут Новый год, чем заняться, и просто говорят, мы к вам второй раз не приедем. Максимально, чем мы больше будем вовлечены, тем больше мы почувствуем этот праздник изнутри. В Москве говорят все деньги, а в Кирове, я считаю, классные люди. Главное, чтобы город Киров не закончился празднованием. Вот как все отгремело, и снова мы опять рухнули в это же болото, в которое жили. Меньше 100 дней остается до юбилея Кирова, и пока одни обсуждают отказ солистки о студии от выступления из-за выполнения демографического плана, другие гадают, удастся ли достойно встретить праздник, а именно докрасить фасады домов, поменять освещение, закончит работы в парках, по которым гуляют граждане. Кстати, не все из них чувствуют приближение юбилея. Есть ли у вас ощущение, что в этом году юбилей Кирова? Есть, есть. А по каким критериям вы это определяете? Ну, город чистят, убирают. Везде реконструкция идет. А помимо вот каких-то внешних характеристик, может, какое-то еще у вас настроение праздничное, или пока что нет? А мы не местные, мы на соревнования приехали. Да, замечательно. Ну, то есть вы приехали из другого города, но, тем не менее, уже замечаете здесь какие-то работы? Да. Ну, во-первых, реклама. Во-вторых, живу всю жизнь. Уже 70 лет знаю. Когда местами проходишь, заметно, что уже вывески висят у нас. 650 лет Кирову. Ну, и работы проводятся. Есть ли у вас ощущение, что в этом году юбилей Кирова? Нет. А с чем это связано? Не знаю. Ну, то есть вы не видите то, что Киров, допустим, меняется, то, что там появляются какие-то новые площадки, скажем? Нет. Я вообще очень горжусь, что живу в таком городе 650 лет городу. Что уже сделано в рамках подготовки к 650-летию Кирова и что предстоит сделать, чтобы люди, как говорит губернатор Кировской области, впечатлились настолько, чтобы снимали все происходящее на телефон и обсудим сегодня с нашими гостями. В студии руководитель дирекции по организации 650-летия города Кирова Алексей Чепцов, депутат Законодательного собрания Кировской области, член Оргкомитета по подготовке к юбилею города Дмитрия Русских, урбанист Александр Ливанов и организатор мероприятий Роман Мамедов. Коллеги, здравствуйте. 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 И давайте начнем вот с такого вопроса, который в том числе был транслирован у нас и вопрос. Вот на март текущего года Киров вообще похож на город-юбиляр или нет? Вот, Алексей, как вы считаете? Ну, смотрите, как говорится, нет событий, есть отношение к ним. Что мы видим и на что мы наблюдаем? Если вспомнить прошлый год, сколько на самом деле уже идет реконструкций. Если мы смотрим зимний сезон и подготовку площадок к главным нашим событиям, которые пройдут в этом юбилейном году, то, конечно, площадки еще не сезон и не готовятся. Но в смысле инфраструктуры я считаю, что город готовится, очень сильно готовится и еще больше будут разных проектов. Дмитрий, а как вы думаете, подготовка эта видна или нет? Ну, вы знаете, как бы есть определенная часть, когда ты ее видишь, а какую-то часть ты не видишь. Вот мы сейчас видели с вами комментарии, то некоторые люди как бы не сильно замечают, да, кроме как рекламы. Значит, я думаю, что окончательно пока очень, ну, это все не так видно, как бы, наверное, многим хотелось, потому что сейчас, во-первых, зима, во-вторых, мы там стоим в лесах в городе. Ну, это очень много в этом году и в том планировали сделать фасадов, что реально повлияет на внешний облик города Кирова, особенно центральных улиц. Значит, в планах стоит там реконструкция автовокзала, аэропорта и все прочее, да. То, наверное, картинка, если все сложится, как должно быть, и погода не подкачает, весна будет быстрой, и справятся все службы, и, в первую очередь, городская администрация, то, наверное, к первому июня город должен выглядеть совершенно в том формате, на котором мы, в принципе, все рассчитывали. Вот, Роман, за кадром в нашей приватной беседе вы сказали то, что вы здесь родились, вот как человек, который прожил всю жизнь. Мы тут все родились, тут все коренные сидят. Да, это замечательно. Я, кстати, в том числе. И вот, на ваш взгляд, Роман, как вы считаете, видно ли преображение к грядущему юбилею? В любом случае видно. Мы видим, что дома, во-первых, делают. У набережной, например, я видел. Что-то происходит в любом случае. Не знаю, насколько это видимо, если бы это действительно, но, Дмитрий правильно сказал, мы очень много жителей, что очень много не видят. Какие планы, да? То есть, я думаю, что сейчас идет такой накопительный эффект, и потом, когда, наверное, как подрастает в мае, начнется работать, выведут всех людей, возьмем всех рабов, достанемся из своих квартир, и они пойдут, я думаю, что менять наш город в любом случае. Но так видно же, все равно, что-то происходит. Ну, наверное, только не они пойдут, а мы все вместе пойдем, жители. Вот, Александр. Момент еще такой, вот мы все ожидаем, что что-то пойдет. Мне кажется, вот мы должны тоже быть причастными к тому, что что-то делать. Вот это тоже очень важно, мне кажется, для жителей. А вот что-то делать, это что конкретно? Ну, к примеру, вот есть субботник. Пойдемте, всех 650-летию приберем, не знаю, парк, я не знаю. Ну, то есть, чтобы человек тоже ощущал, что он привнес какую-то лепту для того, чтобы их город стал лучше. Каждый кировчанин должен быть максимально вовлечен изнутри в празднование юбилея, тогда он и почувствует, что это происходит. Юбилей – это ведь не только концерт или банкет, или как день рождения, а это подготовка. Когда мы приглашаем гостей к себе на день рождения домой, мы же прибираем квартиру, готовим, например. Есть точно так же. То есть, максимально, чем мы больше будем вовлечены, тем больше мы почувствуем этот праздник изнутри. Вот, Александр, вы специализируетесь на урбанистике. Вот как вы считаете, вот с точки зрения, например, того же капремонта и того количества и объема работ, которые сейчас производятся с созданиями, было когда-нибудь такое или нет? Я думаю, здесь это не стоит, во-первых, ставить заслугу к юбилею, потому что все-таки это перераспределение просто видов работ внутри фонда капремонта. И мы делаем людям фасады, а у них течет подвал. Или крыша. Да, или крыша, или там еще какие-то проблемы есть. Поэтому здесь, я думаю, город не сильно преобразился к юбилею, и мы упустили очень важный шанс получить какой-то крупный инфраструктурный объект. Если мы во второй части будем программы говорить про какие-то мероприятия, то если бы мы построили, например, какой-то концерт, холл или стадион, то нам бы можно было и не планировать за счет города эти мероприятия, к нам бы артисты сами приехали просто зарабатывать на билетах, если бы была площадка и возможность у людей покупать эти билеты. И здесь как бы условно, что прошла зима, настало лето, спасибо партии за это. Мне кажется, тут все приписывать. Вот у меня товарищ недавно в Кострому ездил. Они без юбилея ремонтируют фасады, привлекают туристов, проводят мероприятия. Это обычный ход жизни, нельзя сказать, что мы должны прибраться только к юбилею, потому что к нам приедут люди. Мы неужели сами жить в чистоте не хотим, мы не хотим сами цветы сажать и субботники проводить. Вот юбилей не юбилей, я все равно пойду. Мы в том году съезжовки выгребли, там три камаза покрышек и мусора. И в этом году, я уверен, там будет не меньше, и мы сходим, независимо от юбилея. А вот с точки зрения, вот вы уже сказали, упущенных возможностей. И была такая идея, на мой взгляд, абсолютно утопичная, сделать в Кирове парковку на тысячу мест. То есть, чтобы в разных местах можно было разместить с комфортом тысячу автомобилей. Вы все здесь автомобилисты, вот как вы считаете, это, в принципе, возможно сделать? И почему эта идея не реализуется? Вот, Дмитрий. Ну, смотрите, во-первых, я хочу подтвердить, Саша, что Кострома реально на протяжении уже довольно-таки 5-6 лет движется в том направлении. Есть же понемножку, помаленьку, но это очень ощутимо вообще. Я просто очень часто бываю в Костроме, и я вижу, как при всем при этом город гораздо меньше Кирова, но он реально все эти годы меняется. Они стараются очень сильно, и это прям заметно. Значит, про парковки. Парковки – это вообще бич и проблема на ближайшие 5-10 лет в городе Кирове. Значит, и если ее не решать, то можно, в принципе, остальным больше ничем не заниматься, потому что это будет главная проблема, это будут пробки, это будут непроезжие территории, это неубранные дворы, неубранные мелкие улицы и крупные, потому что там везде стоят машины, и проехать невозможно. То, конечно, этот вопрос еще надо было решать лет 10 назад, значит, и об этом надо было думать заранее. К сожалению, стратегически мы всегда все проигрываем, мы живем одним днем, мы никогда не думаем наперед. Значит, это главная вообще проблема города Кирова последних там 20-25 лет. Что касается юбилея, мы на самом деле в него ведь очень поздно вступили. Мы начали им заниматься в 22-м году, фактически, да. Хотя нормально это как бы города и области начинают за 5-10 лет об этом думать. К сожалению, у нас вот до прихода там действующего губернатора, да, ну, как бы никто так сильно этим не погружался. И мы из этого за последние там, мы уже тысячу раз говорили 5-10 лет, мы очень сильно отстали от наших соседей, даже те, которые нам всегда уступали в благоустройстве, в красоте и всего прочего. Мы реально провалились там, да. И сегодня как бы уже запрыгнули в последний вагон и вот занимаемся подготовкой 2 года. И, конечно, все не получится, конечно, все невозможно, чтобы это осуществилось. Но желание все-таки догнать наших соседей и вернуть городу былую славу, красоту и, наверное, какое-то будущее, ну, это очень важно вообще. На самом деле главное, чтобы город Киров не закончился празднованием. Вот как все отгремело и снова мы опять урухнули в это же болото, в которое жили, да. Как раз мы сегодня и говорим о том, что надо запустить процесс, что город все-таки должен начать жить, молодежь должна в него снова влюбиться, отсюда не уезжать. Тогда у города будет будущее. Если мы будем двигаться, как мы последние годы живем, то, конечно, это все бесперспективная история. Без молодежи мы никуда не уйдем. Да, пожалуйста. Да, я соглашусь с тем, что поздно уступили, так как, напомню, указ президента страны был подписан еще в 2012 году о праздновании 650-летия. И сейчас Оргкомитет и наша областная, городская власть пытаются догнать. Но кроме фасадов, здесь немножко поспорю, на самом деле в юбилейный год ведь, давайте вспомним, победила в аэропорте, ЖД вокзал и автовокзал, парк Кирова, ротонды будут сделаны, соборная площадь, площадь у филармонии, реконструкция самой филармонии. А чтобы все это не остановилось, на последнем федеральном Оргкомитете, который возглавляет Дмитрий Николаевич Чернышенко, там наш губернатор проговаривал, сейчас, например, разрабатывается проект нового аэровокзального комплекса, «Алая паруса», там в СМИ было это сделано, опубликовано, уже анонсировано. То есть проекты эти есть, и мы смотрим будущее, работы много, 650 лет, да, это новая отправная точка для развития нашего региона, для имиджа на территории страны, наших ближайших соседей. И именно поэтому губернатор говорит, что давайте смотреть, что юбилей не только у города Кирова, а всего областного центра, и сейчас занимаемся регистрацией национального туристического маршрута от Вятских полян через Киров, и навигацией, и по туристическим субсидиям смотрим по федеральным программам. А это долгосрочная имена перспектива. Ну, давайте здесь лукавить не будем, все-таки парк Кирова, если мы говорим, это череда скандалов, с которой он был, там, шла там реконструкция, и неизвестно в этом году будет. Она еще не закончилась. И она еще не закончилась. Как они в том году сдавали, я думаю, вопросов будет очень много. Неизвестно, закончится ли в этом году. Соборная площадь, как бы мне не было радостно, мне это очень приятно, но она пока на стадии эскизного проекта. Ну, конечно. И неизвестно тоже к осени там, в каком объеме будет реализовано. И все вот так, вот так, вот так, и по большей части в последний момент, и, ну, как бы, как мы сейчас стоим в лесах, у нас точно так же ни навигации, ни много чего не будет готова, с учетом того, что строительный-то сезон только в конце апреля, в начале мая стартует, а до 12 июня, до фактического юбилея, ну, в принципе, все, что уже было в том году сделано, это можно считать все. Потому что остается вот месяц, это только там прибраться, затереть швы, и там, да, там уже ничего не успеть такого крупного. Давайте, коллеги, вот в плане благоустройства как раз. Можно я, Кирилл, извините, пожалуйста, я по поводу, у меня всегда вопрос к старшему поколению. Вы говорите о том, что молодежь, да, мы хотим, чтобы молодежь не уезжала, но привозим на артистов, там, не знаю, либо занимаемся туристами для того, чтобы они ездили в какие-то вятские, ну, там, вятские поляны. Вы уверены, что молодежи это интересно? То есть я к тому, что, вот я сейчас свою боль скажу. Вот я, к примеру, современная молодежь, которая снимает все на телефон. Извините, но это так, это сейчас, вот это современность. И я не могу, кроме машины своей красивой, ничего больше снимать, либо в своей квартире. Потому что если я выхожу на улицу, я начинаю... Особенно в дождик. Особенно в дождик, либо это, ну, снег, ладно, то есть все беленько, красиво, но после, когда дождь, там, да, валуны, я не могу, мне приходится, вот серьезно, мне приходится искать место для того, чтобы себя заснять. В Москве у меня нет проблем с этим, в Нижнем даже нет. Давайте, Киров, не будем сравнивать с Москвой, у нас недавно, не буду называть, блогеры, команда блогеров приезжала с одной из крупной социальной сети, и мы с ними находились неделю, коллеги из дирекции 650, всех больше, и это подтвержено, и на видео, я думаю, в итоговом материале будет сказано. Всех больше, блогерам понравилось не то, что мы им какие-то показали наши объекты, когда их привезли в Великорецкое, им дали отварной картошки из печи с рыжиками, они сказали, мы молодое поколение, мы молодое поколение за последние два года ничего лучше не видели, и это тоже заходит. Так, коллеги, давайте, грибы, это, конечно, замечательно, как бы сказали, жители северной столицы, да, но, тем не менее, у нас недавно в гостях мы продолжим леет мотив благоустройства в рамках 650-летия, у нас в гостях недавно был глава городминистрации Вячеслав Семаков, и давайте посмотрим, что он как раз-таки по поводу благоустройства говорил. Сейчас реализуем большое количество программ федеральных, областных, муниципальных по ремонту и благоустройству территорий. Это и тротуары, это дороги, это освещение, это вот фонд капремонта занимается, фасадами зданий. Мы, в свою очередь, подключились, смотрим на те сооружения, которые находятся в муниципальной собственности. Мы продолжаем благоустраивать общественные территории, то есть вот парк Кирова у нас два этапа закончены, но есть еще территории, которые необходимо доделать, чтобы в комплексе у нас весь парк смотрелся. Есть областная собственность, то есть вот диорама, и правительство выделило денежные средства на благоустройство и прилегающие территории, то есть планы большие. И вот как раз таки, да, Алексей, вы сказали о том, что отчасти мы начали заниматься подготовкой к 650-летию не сразу. Вот с чем это связано? И в том числе вот это вот благоустройство, задержка в благоустройстве, это какие-то препоны власти, быть может, бюрократические издержки. В чем дело? Слушайте, я здесь, наверное, вам прямо на этот вопрос не отвечу, потому что напомню, что возглавляю дирекцию 650 чуть меньше года, 11 месяцев, и когда погружен в тему изнутри. Но точно находясь и на федеральном оргкомитете, и на последнем, и на региональных, на всех оргкомитетах, я вижу, как наш губернатор лично пробивает все возможные программы и использует 650 лет, чтобы зайти в максимальный. В том числе анонсировано уже на федеральном уровне, что выделены федеральным бюджетом деньги на реконструкцию нашего цирка. Что сейчас делается, чтобы завести проект кампуса мирового уровня в Киров на известную площадку? Объявлен 11 марта будет всероссийский, даже международный конкурс на разработку архитектурной концепции Конгресс-холла. Это как раз про Конгресс-холл, потому что там очень удобная площадка. Это делается в том числе в рамках 650, используя эту дату, зайти в разные федеральные программы. Я бы тут еще, знаете, что добавил? Конечно, все это прекрасно, но еще есть один маленький секрет. Значит, вот смотрите, фактически то, что сейчас сказал коллега, это все такое глобальное, это большое, это федеральное. На сегодняшний день то, что мы на самом деле поздно зашли в проект и практически к нему не подготовились, как был указ президента 2012 года, я там, наверное, не открою большой тайну, то все, что мы делаем, в основном делаем за счет городского и областного бюджета. Это основная масса. И скажу, что все праздники проходят только за деньги. Нам еще повезло очень сильно, что в 2022-2023 году бюджет областной и городской имел сверхдоходы. Ну, просто была благоприятная история после ковида, 22-23 год у нас реально было очень хорошо с бюджетом, особенно областным. И, конечно, это способствовало тому. Если бы мы оставались в рамках 2020-2021 года по бюджету, то, наверное, мы многое бы себе вообще не могли позволить и даже об этом подумать. Это касается и аэропорта реконструкции, и площадей, и всего прочего. И автовокзал делает РЖД, чтобы мы не путали, но автовокзал там. Некоторые вещи нам повезло, что у нас появились в этом периоде деньги. Вот все остальное будет зависеть, а как мы будем жить 2024-2025 год. Пока никто точно сказать не может. Мы можем даже не сохраниться, к примеру, в бюджете 2023 года. То от этого будет очень много зависеть. Нам тут еще, можно сказать, как Господь помог. Что 2022-2023 год был удачный для бюджетов областного и городского в плане дополнительных доходов. Ну, вот, Дмитрий, смотрите, мы тут сколько угодно можем говорить о том, что нам и высшие силы помогли и так далее и тому подобное, но все равно не услышал ответ на вопрос, а почему так поздно зашли? Я вам скажу. Не знаю, почему коллега не говорит, видимо, он... А, он-то даже не был, сказал директор. Значит, смотрите, я был депутатом и там при Белых, я был и при Васильеве, и вот сейчас при... А, при Шаклеине начиная там, да? Значит, то я вам скажу, что мы как раз попали, да, вот так сложилось. Значит, правда, у Шаклеина было там недолго, а потом уже Белых полностью, сроки Васильева. Значит, вот сейчас Соколова. Ну, мы понимали, что основной упор должен был сложиться там, хотя бы подготовки, начиная с 17-го, там, 16-го года. Пришел уже губернатор Васильев, и мы видели, что, в принципе, с его, как стороны, никакого большого интереса к проведению праздников не было. То посыл первое лицо области не дал, это практически никак и не работало. Город как бы этим не занимался, как бы губернатор не занимался, там, представитель правительства не занимался. И когда сменилась власть в 21-м году, и мы понимали, что в 22-м году поняли, что у нас... Там уже фокус внимания был другой, там ковид, и пошло, поехало. И пошло, все поехало, да. Ну, вообще, странно было бы, если бы глава администрации ездил напрямую в федерацию денег просить. Ну, да, да. То, в принципе, мы же говорим, что все равно всегда должен быть лидер. Кто вот это должен, как бы, направление поднять, понести, там, поставить задачи, цели. Ну, вот мы, к сожалению, вот столкнулись только с этой историей в 22-м году. Это без участия власти вообще в будущем этого города и вообще всей области. Вот насчет масштабных мероприятий. Вот, Романа, очень интересно. Наверняка вы путешествуете и по другим городам, и весям, да. А знает ли о грядущем юбилее жители других регионов? Нет. Не знают. Александр? Более того, когда мы на одной из предыдущих программ обсуждали убранство новогоднее, то вообще есть прецеденты, когда люди приезжают, видят, как у нас тут Новый год, чем заняться, и просто говорят, мы к вам второй раз не приедем на Новый год. Я про что говорю? Про то, что, смотрите, вы говорите про то, что молодежь, вот опять же, да, там, я туда же вернусь, но для молодежи ничего нет. То есть, вот, Новый год как отметить? Да, то есть, что мы, куда мы должны прийти? А что такое ничего нет? Что должно быть? Ну, не с видом, смотрите. Ну, если тебя в Кирове не принимают, то, в принципе, так вот, человеку с улицы, кто вышел на вокзале, ему непонятно, чем заняться. Абсолютно, не соглашусь. У нас очень много театров и культурной программы, в том числе для молодежи, молодежных постановок. Какая молодежь сейчас ходит? Ну, что вы? Я всегда... Очень много аншлагов молодежи. Например, я говорю. Тогда скажите, что? Что бы вы хотели увидеть? Ну, берем любой соседний регион. Зачем мы ездим? Мы едем посмотреть футбол, мы едем посмотреть хоккей на любой крупный концерт. Это точно не Киров, это не Артисты, это не Киров, это там... Ну, Гренландия близко не стоит с тем, что в Нижнем проводится там. Кто-то ездит за одеждой, не знаю, шоппинг какой-то устроен. Сводить детей в аквапарк. Сводить детей в аквапарк. Да, сами-то вы вспоминайте, зачем идем. В аквапарку повязку мы знаем, а футбол, хоккей, кто мешает ходить? Культурная программа большая. Куда? На пятую лигу или на что мы? Через 5 минуты замерзнешь? Ну, не знаю. Не, ну, на самом деле проблема есть, я тут с ребятами соглашусь. За один год все не решить. Это не конкретно ваш огород. Мы же в каком-то поле конкурентно находимся. Суть власти, она должна видеть город и область стратегически на 15-20 лет вперед. А это кто получается? Это молодежь не может стратегически 50-летний человек говорить о будущем. Или 70-летний. Или 70-летний. В данном случае мы говорим о том, что мы, к сожалению, за эти последние 15-20 лет, нет, а у нас в основном, ну, за исключением Никиты Юрьевича, были более все такие зрелые товарищи. Вот он прям очень... Да, и мы помним тот драйв, который начинал с его приходом, да. К сожалению, потом он потух. Видимо, все-таки вятские оболоты его засосало опасной трясиной. Значит, ну, тем не менее, мы, да, говорим, что, конечно, сегодня в руководящих, и вот видение города на 15-20 лет может дать только молодое поколение. Ну, вот в подтверждение как раз ваших слов, коллеги, у нас есть запись из Татарстана. Коллеги, они, значит, занимаются трубизнесом и вообще слышат о том, что у нас грядет юбилей впервые. Давайте посмотрим. Вот эта информация про юбилей, да, про праздник, она нигде среди туроператоров не проскальзывает. Мне на глазах, хотя я каждый день бронирую туры в разном направлении и по России, и по миру, ни разу не видела что-то такое, чтобы захотелось к вам кого-то отправить. Вот над этим еще нужно поработать. Возможно, инфотуры нужно организовать для турагентов. Это, кстати, очень действенный инструмент. Алексей, вот как вы считаете, с согласностью, что у нас есть в продвижении проблемы или их нет? Смотрите, если говорить про данный комментарий, как девушка представилась профессиональным турсообществом, здесь немножко не соглашусь, потому что как председатель еще туристического кластера Кировской области, я знаю работу туроператоров изнутри. Они смотрят свой, в первую очередь, это же бизнес, коммерческий посыл, куда им интересно. Если бы девушка посмотрела и увидела какую-то коммерческую составляющую, я точно знаю туроператоров, которые с Казани, с Татарстана возят группы сюда, в Киров. У нас целая турпоезда ездит. Но мы видим эту проблему. Киров очень много времени был закрытым городом. Недостаточность мест проживания, гостиниц. Все это понятно, все это видно. Именно поэтому губернатор поддержал. В апреле этого года, с 23 по 25, пройдет Всероссийский туристический конгресс. Мы планируем, и это теоретически уже подтвержено, более 50 регионов профессионального сообщества туроператоров принять на площадках порно-университета и ГОТУ нашего. Там вот 4 секции, не буду сейчас подробно рассказывать. Если кому интересно, наши контакты всегда открыты, расскажем. В том числе весь наш региональный бизнес мы тоже приглашаем принять участие. Мы покажем, куда можно туроператорам страны привозить в Киров. Эта работа ведется, но я вам скажу, что сотни тысяч полиграфий на выставке «Россия» раздается программ с приглашением и с объяснением про Киров, что к нам можно приезжать. Эта работа была упущена, она началась. Вот это опять старый вот этот способ. Знаете, у нас мы распечатали бумажку, вот у нас афиша. Сейчас новая власть – это вот это. Конечно. И вот я считаю, что если мы хотим популяризацию нашего региона и города, да возьмите вы, я не знаю, миллионников блогеров, возьмите вот Вова Волкова, ну, то есть, я не знаю, можно произносить? Уже взяли. Сережа Мезинцев. То есть, те люди, которые уехали, так скажем, и показали, которые приедут сюда и расскажут, покажут, смотрите, ребята, у нас есть город, в котором мы можем что-то делать. Ну, и вообще история там про ВДНХ, кажется, такая вот, просто зная, как москвичи относятся к ВДНХ, они реально туда ездят на выходные провести там время с семьей, там потусоваться, и они не в Киров поедут, они снова поедут на ВДНХ, снова детям показать новые павильоны, когда они сменятся. А вот с точки зрения, да, урбанистики, мне очень интересно, а мы, в принципе, вот, допустим, у нас ожидается большой поток туристов, правильно? Вот я только об этом хотел сказать, что... А где их размещают? Это палка с двух концертов. Мы сначала обсуждаем, что вот мы не привлекли людей, но, предположим, мы их привлекли, а мы что с ними будем делать? Как мы их будем возить? Общественный транспорт вообще не готов. Даже мы на нем сами с трудом передвигаемся. Чете, любы к себе их? Любой концерт сейчас тысячный, там, двухтысячный, в Кирове даже квартиру не снять. Ну, это неправда, в Кирове очень много квартир на сегодняшний день, если вы сейчас зайдете... Ну, я к тому, что гостиница, это уже любым концертам... Четыреста с лишним квартир посуточно сдается в Кирове. То есть, подождите, получается то, что мы действительно хотели гостей города размещать в квартирах? Или я просто не совсем понимаю? Я вам точно скажу, наверное, не могу все вещи анонсировать. Работа ведется, и, ну, там, кто может на мой канал подписан, видят. В Москве какие встречи у нас, курирующий первый зампредседателя правительства проводит, с какими федеральными операторами по средствам размещения. Я точно знаю, что работа ведется. У нас... Но последняя гостиница была при Никите построена как раз. У нас в исторической части очень большая проблема с расположением гостиниц по земельным участкам. Но, опять же, если смотреть ту гостиницу, которую крупную построили, мы знаем в то время, какую сразу и закрыли. Поэтому не будем сейчас об этом говорить. И возобновить, чтобы все это... Ну, региональная власть, я точно знаю, занимается. Я сам не чиновник, не работник администрации. Знаете, мы же должны еще главную вещь понять. Допустим, мы обсуждали тут на последнем комитете по концертам. У нас там две даты, 12 и 29 июня. Ну, особенно мы коснулись, конечно, 29-го. Это хавали-навали. Это, ну, понятно, что вернее всего, что приедут все окружающие регионы, и эти люди поедут, молодежь, на машинах. У нас вопрос. Куда? Управимся ли мы с таким потоком? Как мы организуем? Как мы сделаем так, чтобы кировчанам было комфортно? Потому что мы же, в принципе, праздник делаем для кировчан. Нужен ли нам такой поток именно для того, чтобы все встало в пробках, чтобы везде было очень много народу? Кировчане чувствовали себя некомфортно. При этом мы должны понимать, что если большой поток людей, службы городские должны справиться с мусором, со всеми уборками. Дмитрий, а этот вопрос сейчас открыт? Он открыт. Потому что, в принципе, никто никогда с этим не сталкивался. Мне кажется, вообще, с личным транспортом, это абсолютно тупиковая тема. Я просто один пример приведу. Когда стрижи прилетали на выступление, на набережной, собралось, по-моему, от 5 до 10 тысяч человек, вот по средним оценкам было. Запарковано было все от набережной до Карла Маркса, полностью по двум сторонам. Нельзя было не то, что припарковаться, проехать было. Вот Саша говорит 5-10 тысяч. Мы предполагаем, что хавали – это 50. От 50. От 50. То есть, это вывести можно только общественным транспортом. Вы понимаете, к чему все идет? То есть, в данном случае, я считаю, что вообще главный герой сегодняшнего праздника – это кировчане. Конечно. И все делается для них. И главное не то, что там шарики, фонарики, а то, чтобы осталась инфраструктура, остались красивый чистый город, осталось понимание, куда мы дальше двигаемся. Значит, куда мы будем направлять, если у нас появятся дополнительные деньги? Что мы, в первую очередь, будем развивать? Дмитрий, позвольте, я тогда подытожу. Получается то, что на данный момент времени мы акцентируемся непосредственно на жителях города и области, делаем для них культурную программу, а, соответственно, всесторонние, те, кто приедут, они, по большому счету, в принципе, нам не очень-то нужны. Нет, нет, это мое понимание, чтобы… Слушайте, в первую очередь, мы не должны обидеть именинника. Потому что мы гостей пригласим, а именинник будет сидеть в стороне и говорить, да, слушайте, ребята, вы для кого вообще праздник-то сделаете? Вот насчет праздника, да, во второй части мы как раз более подробно об этом поговорим. И вообще, можно еще последнее, да, вот у меня вообще всегда, мы там все коренные, я всю жизнь прожил в этом городе, и у меня вообще на празднике Шуцапелите было три мечты, что бы я хотел лично там, да. Значит, они были вполне земные и вполне, как бы, в моем понимании реалистичные, с учетом того, что я понимаю, сколько это стоит, сколько у нас есть в бюджете и все прочее. Я вот вообще мечтал еще в 22-м году, что мы сделаем в первую очередь тротуары, особенно в исторической части, потому что я очень могу ходить пешком, да, то это невозможно. У нас нет даже тротуар. Второе, я мечтал о том, что мы сделаем не свет, а подсветку в городе, подсветку архитектурного здания, особенно центральной части, особенно тех мест, где основные улицы проходят, да. И третье, я мечтал, что у кировчан появится парк Заречный. Именно в том варианте, который сегодня мы хотели бы видеть в соседних наших границах, там, да, вот есть города, где реально у нас есть Заречный парк, самый старый, самый большой, самый красивый, да, который необходим сегодня кировчанам, потому что Порошино – это не парк. Порошино не вмещает в себя сегодня кировчанам. Они хотят, молодежь хотят выходные, приезжать в лес, отдыхать, чтобы было все комфортно. К сожалению, пока… Единственное место Порошино сейчас. Да, Порошино, но я и говорю, что это не вмещает, это громаднейшая проповедь. Первые два пункта. Три пункта, вот мои мечты. Пока я их не вижу, к сожалению. То есть даже первые два? Первые два только в планах, но я сейчас уже, знаете, я человек уже, который реалистичный, вот когда увижу, тогда скажу, что они исполнились. Да, есть желание, но пока нет движения. Я вам по-третьему скажу, что как раз, может, секрет открою, в рамках вот этого Всероссийского туристического конгресса, одна из секций двухдневных площадок, будет презентация инвест-проектов на территории Кировской области для федеральных инвесторов. Я вам скажу, что… Это опять громкие слова. Ребята, у нас никогда не будет кто-то придет, Иван Иванович Пупкин. Давайте, Алексей, я в конце скажу. Ребята, у нас позволяет ответственно бюджет сегодня сделать самим Заречный парк. Для кировчан. Мы это можем сделать, не надо ждать еще 30 лет. Ну, давайте еще 30 лет подождем. Тогда молодежь скажет, ребята, вы что тут от нас хотите вообще? Алексей, будьте добры, мысли закончатся, и мы уйдем на рекламу. А нет, я… Я можно тогда уже… Тоже свои две мечты расскажу. Давайте, две мечты, городка, и… Да, потом и я. У меня две мечты, одна созвучная в плане архитектуры. Это все-таки отношение к наследию. Вот из деревянных домов, которые больше тысячи у нас дореволюционных было, осталось меньше 90. И в этом году еще от трех до десяти приговорены уже. То есть к концу этого века мы останемся совершенно без дореволюционного наследия деревянного. Это раз. Хотелось бы как-то к этому поменять отношения и что-то начать. Историю какую-то… Историю какую-то свою. Второе – это качественное отделение. Вот в прошлом году впервые выделили 30 миллионов городская дума на покупку посадочного материала. И мне кажется, основным достижением подготовки к юбилею был бы какой-то запуск долгосрочных программ, которые бы позволили нам финансировать в том числе такие темы. Чтобы у нас было не разово 30, 40, 50 миллионов на подготовку к юбилею, а хотя бы 15-20, но каждый год. Чтобы мы улицу за улицей в ближайшие 10 лет могли привести в порядок. Да, коллеги, спасибо большое. Давайте сохраним интригу, узнаем о мечтаниях Алексея Черцева уже в новой части. Ну, а также поговорим о том, что нас ждет в плане культурной программы. Сегодня обсуждаем предстоящие юбилеи Кирова. В первой части программы поговорили об инфраструктуре, наплыве туристов и несбыточных мечтах. Ну, и о тех, которые, соответственно, сбываются. А вот что будет точно, это выступление Иванушек Интернешнл, приезд Большого и Мариинского театров, но и многое другое. Об этом сегодня говорим с нашими гостями в этой студии. Руководитель, в частности, присутствует у нас здесь, дирекции по организации 650-летия города Кирова, Алексей Чепцов, депутат Законодательного собрания Кировской области, член Оргкомитета по подготовке к юбилею города Дмитрия Русских, урбанистр Александр Ливанов и организатор мероприятий Роман Мамедов. И вот сразу же, наверное, Алексей, к вам вопрос. Расскажите о самых масштабных культурных мероприятиях, которые нас ждут. Если говорить именно про культурные, то для разной аудитории. У нас исторически мы привыкли, что 12 июня день города, хотя в уставе дата не закреплена, поэтому было принято решение, несколько раз будем юбилей отмечать. 12 июня планируется довольно большая демонстрация. Демонстрация это, ну, в кавычках, условно, презентация, шествие всех наших предприятий, организаций, учреждений. Это большой концерт на двух площадках. Это и Октябрьский проспект, и театральная площадь, что мы в повестке. У нас же и день России, и день города. А, извините, Октябрьский проспект, это где точечно? Октябрьский проспект предполагается, сцена установка напротив цирка, чуть ниже, лицом к ЦУМу, и перекрытие до ЦУМа. Мы сделаем все возможное, и нам прямо поручение от нашего губернатора максимально продумать установку сцены так, чтобы минимизировать перекрытие Октябрьского проспекта, чтобы частями собирать, и только там в последние сутки полностью закрыть на сам концерт. Ну, 12 июня у нас уже анонсирована Караулова и Иванушки. Кроме этого, конечно, это популярные группы, но очень большие концерты и программы наших местных учреждений культуры. 29 июня, День молодежи, Всероссийский праздник и проект Ночь города, там Хамеинова, и очень много будет различных мероприятий, в том числе и ночью. Мы понимаем, что ночью на улице нельзя, поэтому это закрытое учреждение. Сам юбилей с 20 по 22 сентября. Планируем статус, то, что губернатор анонсировал, Ворота Русского Севера. 21-го это большой галоконцерт, поздравления Кирова всеми районами, Кировской области учреждениями культуры. 22-го это галоконцерт межрегионального фестиваля «Город добрых соседей», который в течение всего лета на улице с Паской пройдет, завершится фестивалем фейерверка, группа Любе и так далее. Это вот если про такие, ну как вы уже сказали, будет культурное мероприятие в учреждениях культуры, например, в августе пройдет фестиваль театра кино и журналистики на Семи Холмах, который два года у нас проходил. Будет очень много деловых мероприятий, Всероссийский медиафорум, туристический конгресс, о котором говорили. Ну, сайт, официальный сайт 650киров.ru, там подробные афиши ежедневно добавляются. Дмитрий, вот я знаю, что вы чуть ли не одним из первых, а, возможно, и первым рассказали о так называемой замене на поле. То есть то, что к нам приедет не студия, да, ввиду объективных причин, а Иванушки Интернешнл. И многие кировчане задаются вопросом вообще, где проходило голосование, как выбирали замещающую группу и так далее. Вот давайте посмотрим, что кировчане пишут в социальных сетях. Да хоть кого позовите, все равно с этой сцены на театралке не видно и не слышно ничего. Во, кто там и что поет? Микрофоном помашут под фанеру, минус лям. Может, лучше для города что-то построить. Во, кто там и что поет? Платить на любой вкус исполнят. Почему бы не послать всех этих звезд выступить в честь 650-летия города в виде шефской помощи в новые регионы страны? Тут-то народ может и под фанеру потанцевать. Кировчанам предлагается странный набор из неизвестной смазливой дамочки, подозрительных бородатых мужчин и престарелых люберецких музыкантов. Министр культуры Даниил Дворцов не нашел в своем культурном хозяйстве ни одной приличной местной группы. А есть тут такие горожане, чье мнение спрашивали. Интересно, на основании чьего мнения выбирали исполнителей? Ни в одной кировской группе в ВК не было комментариев от людей про Иванушек Интернешнл и Караулову. Проанализировали они. Вот за руки вверх много комментов было. Сам я лично за Буррито голос отдал. Смотрите, давайте так. Во-первых, начнем с того. Никаких бюджетных денег нет. Значит, все концерты, которые будут давать артисты, знаменитые, значит, это будет за счет спонсоров. Это бизнес. Это бизнес. У нас в этот раз очень активно многие крупные компании и средний бизнес подключились к празднованию, и они сказали, что мы с удовольствием сделаем праздник для кировчан. То давайте тут, как бы, бюджетных денег тут нет вообще по определению. Я вам ответственно говорю. Значит, второе. Значит, что касается, как бы, как выбиралось. Ну, выбиралось с учетом, наверное, вот я знаю, что 650-летний директор права дела. Кто платит, тот и выбирает. Нет, 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 нет. Как раз в этом была полная корректность. Как бы, кто платил, они в этот процесс не включались. Они, как бы, говорили да или нет, но это было не их решение. Я больше скажу, что они другое предлагали. Они другое предлагали, да. Например? Ну, смотрите, например, там, да, как бы, кто-то, может быть, вот вы сейчас видите, как говорят, там, кто-то, кто престарелый, я так и не понял, а студия, что ли, престарелая? Я не знаю, что имел в виду. Да, да, любые, да. Ну, иванушки тоже, скажем, не молодые. У нас там немолодые. Иванушки тоже не молодые. Потом столкнулись с другой проблемой. Значит, во-первых, 12 июня, это День России. Вся страна празднует. Вся страна празднует, и проблема привести артистов очень большая. Да, да. Да, так как мы везде опаздываем, мы и в этом немножко прослесли и опоздали. И получалось, что мы сегодня определяем там Петрова. Только все согласовали, провели там рейтинг, и все, все, мы туда звоним, они говорят, а Петрова-то уже нет, только Иванов. Зато 29 июня опередили всю страну. Да, а 29, ну, благодаря еще раз кому, вот как раз тому спонсору, он заранее сказал, давайте мы начнем это делать за год. И я вам скажу, вот когда ты сказал про рекламу, что нас никто не знает, он как раз запросил за полгода до концерта, чтобы они своими путями всем соседям а сами разносили информацию, что приезжает Хавали на Вали. Мы как раз попросили. Это как раз молодежь, которая знает, как им нужно себя пьет. То в этом плане, вы знаете, как тут, конечно, мы не найдем оптимальный вариант, чтобы всем понравилось. Значит, все-таки смотрели по возрастам. Мы сегодня четко понимаем, что там для молодежи Хавали это одна из групп номер один на сегодняшний день, да, это саморейтинговая. Значит, по А-студии. Просто я занимался, я просто знаю, что, ну, как бы, эту информацию-то, я не знаю, почему ее держали. Я ее прочитал чисто в интернете. Прочитал, что с такого-то числа группа А-студия с апреля по сентябрь не идет. Ну, начал искать, почему. Увидел, что, оказывается, демографию по команде президента заполняет и Цитапурья. Значит, все, как бы, это стало все понятно, все нарушилось. И уже вот начали заскакивать в последний вагон. Ну, можно по-разному относиться к Иванушкам, да, но это группа многих поколений там, да. Все знают. Все знают, да. Вы смотрите, мы сегодня хотим создать вообще в городе праздник. И не каждый пивец или там не каждая группа может этот праздник создать. Потому, что тут тоже нужна энергетика. То вот как раз вот такими складскими вещами-то и занимались, и, в принципе, по крайней мере, что-то нашли. Я больше вам скажу, что в мыслях-то есть еще, а у нас не закрыт в июле, август. Подождите, не надо. Вот знаете, мне, чем не нравится, а почему мы должны все скрывать вообще? То в данном случае мысли есть и на июль, и на август. Как это все сложится, будет известно позднее. А мысли какого характера не понимают? Ну, что такое, что есть желающие спонсоры, что они еще готовы привезти какие-то группы. Сейчас же год семьи идет. И, например, 8 июля день семьи, любви и верности. То есть, еще кого-то привезти. Наверное, еще, конечно, можно сделать концерт. Можно я вот хотел бы сказать, вот смотрите, мы сейчас говорим опять о точечном мероприятии. Там вот был пример того, что женщина сказала, ничего не видно, ничего не слышно на этой сцене, там просто какие-то фигуры. А мы и не про театральную площадь. Я понял. Поэтому Октябрьский проспект. Мы как раз услышали, что основным-то праздником там будет все-таки Октябрьский проспект. Вот, хорошо. Октябрьский проспект. Вы представляете себе? Октябрьский проспект. Еще больше. То есть, он еще длиннее, еще больше. И ты там, что, кого, кто там поет, только слышишь. Именно поэтому на сегодняшний день планируется, наверное, впервые в Кировской области сцена такого масштаба. Ее ширина 38 метров. С огромными видеоэкранами, в том числе и на Октябрьском проспекте. Чтобы вся эта толпа могла увидеть. Ну, слушай, Кировки. С другой стороны, когда ты идешь на футбол, на 100-тысячный стадион, ты тоже никого не видишь. Мы же говорим об энергетике, о празднике, о том, что вроде как бы приятно. Ну, давайте, вот смотрите, энергетика, праздник, это хорошо. Вот, Роман, как раз вопрос. Много должно быть точек. Да, много их будет. А их много будет. Для того, чтобы гулять. Вот как раз. Но, возможно ли будет гулять? Никто не знает. Вот, насчет гуляний. Вот, Роман, как вы считаете, с вашим опытом могли бы местные коллективы полностью заменить, ну, скажем, вот, комментарий был. А давайте своих привлекать. Сто процентов. Притом, область, ну, то есть, понятно, что должен быть хэтлайнер. Мы все это прекрасно понимаем, что должен быть хэтлайнер. Но я так понимаю, что такой, наверное, опыт и есть. Что есть хэтлайнер, а остальное время заполняют только местные. Да, все лучше местные. В принципе, так и есть. Единственное, что, давайте не будем забывать, что местные коллективы тоже иногда, ну, не... Ну, потому что, нас никто, вот сегодня мы разговаривали, да, а что нас никто не зовет? В смысле, а вы кто? Вы хоть о себе расскажите, вы хоть покажите. Бумагу пошлите хоть, да. Хоть видео пошлите, вы, господи, что вы поете. Да не вопрос, нам надо забить дыр как раз, вот там час кто-то выступал. Ну, проблем с этим нет, потому что достойных в Кировской области коллективов очень много. И у нас, наоборот, сейчас мы смотрим, как все районы уместить в один, например, концерт. Вы выбираете. Ну, в первую очередь, это, конечно, Министерство культуры смотрят. Ну, потому что... Ну, а что, почему, например, не добавлять какие-то еще мини-сцены? У нас же есть много... Они будут, они будут тематические площадки. Конечно, каждый парк просто вот пусть они будут. Будут и семейные для малышей, и для подростков. Ну, такой вопрос, чтобы это не осталось каким-то вот таким фейерверком, который моргнул и погас. Закончился, и все, да? Да, потому что вот сцена на Октябрьском хорошо, но вы ее возвели, в конце сезона разобрали, и все. Сцены нет, концертов нет. Саша, из этого я и говорил. Подсветка, тротуары и зоечный парк. Это навсегда. Если там по 50 тысяч планируются там мероприятия, но мы уже там биотуалетами, я извиняюсь, не справимся. Вот, кстати, в том числе. Первый капитальный туалет построим в Кирове, на набережной, на Октябрьском. Я думаю, что администрация города меньше должна удивить капитальными туалетами. Хорошо, ну давайте... Вот потому что как-то надо эти мероприятия, которые проводятся, чтобы они капитализировались, и если даже нам не позволят эти площадки проводить на этом же месте в будущем такие мероприятия, то хотя бы какую-то сопутствующую инфраструктуру. Свет, туалеты, фасады, подсветки, что-то должно остаться... Александр, давайте одну секунду. От прозы жизни мы отвлечемся сейчас у нас все-таки про мероприятия, этот блок. И мне очень интересно, вот губернатор в свое время поставил задачу удивить публику так, чтобы они снимали все происходящее на камеру. Это прямая цитата. Удастся ли нам вообще добиться такого эффекта от культурной программы и за счет чего? Ко мне вопрос, да? Да. Слушайте, ну, я когда приезжаю в город, в любой, я очень много путешествую, особенно по работе, ну, в командировке, и я для себя нахожу даже без концертов объекты, когда я стою и снимаю, мне это интересно. А какие, например, можно уточнить? Ну, то, что, например, сейчас на выставке «Россия» проходит, к примеру, на ВДНХ, я по роду своей деятельности очень часто там бываю, то, ну, нахожу очень много, для каждого возраста свое. И если человек пришел на концерт, к примеру, Иван Иванушек, и он, наверное, осознанно туда пришел, и, скорее всего, ему это нравится снимать, не нравится, перейди на другую площадку. Как я уже сказал, площадок будет много в каждое главное событие. А вот прямо чем мы можем удивить? Да, тут вопрос-то был, типа, как удивить, вау-то, эффект такой. То есть, смотрите, давайте суперлазерное шоу. Моделируем ситуацию. Иванушки Интернешнл выйдут в костюме, допустим, дымковской игрушки, да, вот привязка вам непосредственно к региону, это я, опять же, моделирую, да, привязка к региону, и вот, пожалуйста, исполнитель. У меня, кстати, это еще такой вопрос. Вот эти мероприятия, они как-то потом будут, например, в медийном поле? То есть, многие же артисты, они снимают свои лайф и выкладывают там, да, будут ли там истории, там, лайф из Кирова, потом у Иважушек большой концерт, там, или там. Ну, с ними договориться. У нас татей. Марафон по боксу будет в прямом эфире. Если мы говорим, что шанс, то, как бы, надо эти же мероприятия тоже как контент использовать. Сейчас Дмитрий Михайлович сказал, давайте я здесь немножко подробнее расскажу. Есть, конечно, кроме нашего региональной пресс-службы, есть федеральный оргкомитет под ними, тоже есть федеральная пресс-служба. У нас есть разные лимиты, сейчас средства массовой информации называть не буду, где по нарастающей анонсируются все наши мероприятия. В том числе мы сейчас планируем от главных событий прямые эфиры на федеральные телеканалы. 12 июня, извиняюсь, 29 июня в День молодежи, если все получится, будет большое мероприятие спортивное. Оно пока не в афише, но потому что мы же вынуждены сначала договора, контракты и так далее, когда все будет подписано. А то есть, извините, к нам спортсмены прямо какие-то именитые приедут? Да, планируется, да, но об этом чуть-чуть попозже, когда сейчас все согласования пройдут, как говорится, чтобы не сглазить. Так, ладно, да. Не, ну тогда, смотрите, я что-то так и не понимаю. А мы как удивим-то молодежь? А что ты? И что, Иванушка? Молодежь у нас хамали группа. Мы опередили практически. В принципе, достаточно, да? Час снимайте и... Нет, если вы хотите, чтобы я подробно программу всего дня рассказал, под симфонический оркест ДЖ. Вы к словам-то тоже не привязывайтесь, да? То в данном случае мы с вами четко понимаем, что ну, как бы любой человек, который ответственный за территорию, который все это, в принципе, организовал в 22-м году, да? Он заинтересован, чтобы это было ах-ух, там, да? И понятно, что он хочет достичь этой цели. Значит, достигнем, не достигнем, это уже вопрос другой. Это все зависит от многих причин, в том числе и от дирекции, и там, и от спонсоров, и как бы даже от людей. От людей, от самих, да? Получится ли правильно? Дмитрий, одну секунду, я здесь с вами не совсем согласен в том смысле, то, что в любом случае должно быть понимание быть того, как это можно сделать. Мы наклеили наклейки на бананы и пошли по стране, и о нас заговорили. Но появился негатив бесплатно, без копейки, да, мы комментарии читаем, что там кучу денег потратили бесплатно. Это партнер, который с Эквадора возит в Россию бананы, просто предложил, он сам кировчанин. Он и кировчанин. Предложил, давайте я за свои деньги в Эквадоре мы напечатаем. Но подождите, где бананы и где культурная программа? Нет, не бананы давал. Нет, вы сказали, что это интересует, понимаете? Мне кажется, у вас сейчас только вот такая вирусная история. Нативная, нативная, съедомная реклама. Ну что, коллеги? Когда Селедва запускали, я помню, мы даже конкурентов на мусорных баках донотали. То есть надо что-то такое креативное. Мусорки. Мы же, как дирекция, согласовываем любое изображение 650 логотипа, потому что это авторское право. И я очень вижу, много чего вижу, что будет. Я видел, что по Кирову будут установлены мусорные баки, в том числе 650 с ковкой. Они будут. А надо устанавливать у соседей, например, в Казани, чтобы они шли мусор. Мы только что говорили, что мы не готовы пока, например, 29-го принять все желающих. У нас праздник для кировчан. И с помощью этих главных событий после будем говорить о Кирове, чтобы после юбилея массово к нам приехали. И после юбилея уже увеличивать поток. Я не понимаю, зачем туристы должны приехать после праздника сюда? Я вообще не понимаю. Ну, давайте, давайте резюмировать. Чтобы посмотреть, каким стал город после того, как у него пришлось. Коллеги, да. У нас, к сожалению, времени уже не так много. И давайте признаем то, что 650-летний юбилей – это действительно очень большой пласт для информации, для размышлений на эту тему. Давайте будем резюмировать. И я попрошу каждого из вас ответить на вопрос. Вот как вы считаете? Алексей, наверное, с вас начнем. 650-летие – это некая отправная точка для развития Кирова и области или очередная веха в истории? Сто процентов. Новая точка. И она у нас получится для показа всей стране, как я говорил вначале, дружеским странам, имиджа Кировской области, как столицы рассветов России. Об этом можно отдельно говорить. Как ворота Русского Севера, как родина Воснецовых и очень много сестрицы Аленушка и так далее, которые сейчас мы регистрируем долгосрочные именно товарные знаки, чтобы эта работа в год 650-летия не остановилась. И Киров, у нас уникальный регион, вокруг нас 9 соседей, стал такой вот точкой центра туризма в центральной части. Дмитрий, коротко, пожалуйста. Ну, я бы, знаете, как я сказал, я бы, наверное, больше пока ко второму бы склонялся, да, потому что от этого будет зависеть, как будем мы дальше развиваться. Потому что вот с Воснецовым совсем, мы уже ходим на протяжении 15-20 лет. Я помню, еще Никита Юрьевич Белыц этого всего начинал, что кластер там туристический, все-все-все, все это было. Но тогда не запустилось. Я надеюсь, что вот мы сейчас все это сделаем, проведем и, может быть, в этот раз на самом деле все запустится. То это все зависит от многих обстоятельств и, в первую очередь, от нас, от самих, от кировчан. Сможем? Справимся. Не сможем? Значит, не сможем. Роман? Думаю, воодушевлять надо народ именно, чтобы они возлюбили город свой, для того, чтобы они транслировали в социальных сетях, где они находятся, уезжают в другие города, чтобы они говорили, я люблю свой город, приезжай ко мне, ко мне. Потому что Киров – это… в Москве говорят все деньги, а в Кирове, я считаю, классные люди. И вот это вот, может быть, и есть достопримечательность нашего города – это люди. Вот мое мнение. Александр? Ну, мне кажется, надо открыто просто признаться, что у нас все, что мы планировали, оно либо в стройке, либо в планах до сих пор к этому юбилею. И нужно вот ресурс, который сейчас появляется в связи с вниманием, с мероприятиями, с эфирами, нужно использовать и уже начинать готовиться к следующему юбилею. Пока вы начнете говорить негативно, мы сами отталкиваем туристов. Давайте говорить позитив о нашей родине. Я всех приглашу. Приезжайте к нам, пожалуйста. В Кирове так круто, здесь такие прекрасные женщины. Да, коллеги, коллеги, спасибо. Я думаю, то, что на это и мужчины. Сейчас проблема с мужчинами, так что в Кирове это как раз вот это... Кэти Топурия ее уже разрешает. Итак, мы сегодня говорили о грядущем юбилее Кирова через призму, в том числе, каких-то жизненных событий. У нас в студии были руководители дирекции по организации 650-летия города Кирова Алексей Чепцов, депутат законодательного собрания Кировской области, член оргкомитета по подготовке к юбилею города Дмитрий Русских, урбанист Александр Ливанов и организатор мероприятий Роман Мамедов, в студии был Кирилл Комаровский. Спасибо, до свидания. Всем спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова